КУЛЬТ ПОХОД КУЛЬТ ПОХОД Нечто полностью противопоставленное бытовой жизни совершенно очевидно, что человек, который бы родился и вырос в Феодосии на море, он бы никогда в жизни не смог писать о море с таким восторгом и упоением. То есть при всем том, что в этой книге нет ни слова о Вятке, если читать ее внимательно, она вся о Вятке. В наш век цинизм, на первый взгляд кажется, романтической чувственной литературы не востребована. Борис Павлович уверен в обратном. Чем больше прагматизма, тем больше стремления к чему-то светлому и чистому. Спектакль не про море, не про Россию 20-х годов, не про Грина в конце концов, а про вот эту мою, сегодняшнюю, нашу страсть к чему-то настоящему. Потому что я говорю себе, да нет, ты что, какие глупости, какие, к черту, алые паруса. Посмотри вокруг. Но все равно что-то внутри тебя хочет, чтобы они приплыли. Герои алых парусов – это люди нашего времени. История адаптированная на сегодняшний день. Вообще, я думаю, что если нет современного взгляда, значит, мы имеем дело с фальшивкой. Потому что, если я живу сегодня, значит, любой мой взгляд – это современный взгляд. Следовательно, если в спектакле нет современного взгляда, значит, мы имеем дело со спектаклем без человеческой позиции. Значит, мы имеем дело просто, извините, с халтурой. Потому что, если я на что-то смотрю, я смотрю сегодняшними глазами. Я не могу сделать вид, что у меня нет моего сегодняшнего опыта. Борис Павлович добавляет, если люди хотят Грина таким, какой он есть, они возьмут книгу и прочитают ее, и получат автора классика «Целости и неприкосновенности». В театр же люди идут не для того, чтобы встретиться с Грином, а, возможно, встретиться с самим собой. Или встретиться со своими современниками, с которыми им есть о чем поговорить сегодня. Каждого классика волновало. Как бы уловить этот воздух дня сегодняшнего, а вовсе не плюнуть в вечности и не остаться незыблемым столбом, так говорила поэтесса Елена Шварц. Желание славы сродни на росту. Все люди тихо уходят, а ты хочешь остаться торчать, как пень. Вот самое предательское, что можно сделать по отношению к Пушкину или Грину, заставить его торчать посреди сцены как к какому-то незыблемому пню. Я все-таки уважаю Грина и постараюсь не дать ему торчать мумифицированным отростком. Некоторые театральные деятели считают, что классика хороша в первоначальном ее виде. Как написано, так и надо ставить на сцене. Таких людей Борис Павлович называет спекулянтами. Спекулирую на чужих достижениях. Пушкин написал, Островский написал, Чехов написал, а я встаю рядом и говорю, а я заодно, а я вместе с ними. Попахивает Мавроди, чувствуете? Я категорически против таких пирамид от искусства, да, что куча народу настраивает себя на Пушкина, на Чехова. Настраивает в смысле надстраивает. Пытаясь их отраженным светом заработать какой-то свой творческий капитал. Увидеть «Алые парусы» Александра Грина в исполнении актеров театра «На Спаска» мы с вами сможем 30 октября. А историю одного города Салтыкова щедрена 19 октября. Начало 18 часов. На этом у меня все. Встретимся завтра и вновь поговорим о культурных событиях грядущих дней. Организуйте свой досуг со вкусом. У микрофона была Светлана Удельная. Культ Пахот